Осенний Минск приветствует вас. Я болела три недели, вот решила оживиться, лечиться Минском. Осенним, золотым Минском. И вот прохожу мимо багетной мастерской, и здесь мне попалась картина. Здесь тематика кориды, как я понимаю. Когда-то в Испании я посещала кориду, да, застала это время, застала испанцев с белыми платочками. Это было что-то удивительное, мне понравилось. А это я приветствую вас снова в одежде цвета персиковый пух. Кстати, именно вот этот цвет персика, он очень успокаивает, как я поняла, и мне нравится этот цвет. И далее я иду маршрутом от Института культуры к торговому центру столицы. Это был самый красивый балкон города Минска. Уже показываю его третий раз и не перестаю восхищаться. Монетный двор, ресторан и копеечки можно увидеть возле него. Но как-то меня вот эта энергетика не греет, а вот эта энергетика меня греет. Вот в ожидании пятницы 13-го кондитерская у нас есть и ресторан «Оди». А рядом галерея мастерства, все рядом. Я вообще-то шла на выставку Дениса Евтихиева «Живая жизнь» 18+. Плюс я пытаюсь посещать все выставки, потому что вот галерея мастерства – это то место, где я тоже напитываюсь энергией. Не только самим городом Минском, а и местами. Вот он, Денис Евтихиев «Живая жизнь». И сам художник очень симпатичный. И картины манят. Я очень хочу посмотреть это зрелище. Далее посмотрите, как оформлены витрины в галерее мастерства. У меня всегда они завораживают. Всегда, кто проходишь мимо, хочется зайти, посмотреть, более подробно все изучить. А вот этот вот котик – это мой фаворит с язычком. Вот есть в нем что-то невероятное. Мне очень нравится вот это вот, я так понимаю, это керамика, и дракончики там с крылышками. И рыбки с такими личиками удивительными. Это ж надо вот так передать, лица у этих рыб. Вот я что-то хотела бы приобрести, но больше всего меня манит этот котик. Но это довольно-таки дорогое изделие. А так здесь можно найти изделие на любой бюджет и картины тоже. Обожаю галерею мастерства. Также хочу показать вот то, что новое я увидела. Тот жук кованый, он уже давно. А вот эта вот скульптура, кто-то лежащий, на нем что-то лежит. Что-то такое инопланетное. Не знаю. Напишите, с чем у вас ассоциируется. Далее ящерицы или тритоны. Я помню, в детстве мы играли с тритонами. Да, я довольно-таки боязливый человек. Но вот с тритонами я играла. Далее подсолнухи. И идем, показываю вам глобус. Неплохой магазин. И улица Володарского. Почему я снимаю именно вот этот знак? Дело в том, что в Минске сохранились здания 1920-40-х годов. То есть не везде Минск только послевоенный. Здесь можно найти здания 20-40-х годов. Потому что даже муж мой говорит, а что в Минске гулять? Что за экскурсии, если у нас все послевоенно? Нет, у нас и 20-40-е годы. Далее очень такое, знаете, вот это вот место, оно стало каким-то трендовым. По-моему, патриаршами называют это место. Это кафе Милана. Помню, на День матери я здесь была. Мы часто посещали. Сейчас уже реже выходим. Вообще-то мы очень болеем. И я решила далее пройтись. Галерея Бел-Арт. Тоже надо как-нибудь зайти туда. Но они закрыты. И тату, где делают тату. И вот я решила все-таки перейти дорогу, показать вам более подробно витрины вот этой галереи. Вот это вот такой стиль. Этот художник выставляется в галерею. Мостатство, примитивизм или как это называется. Также вот эта вот картина. Я современных художников, к сожалению, мало кого знаю. Стихи «На небо» Галины Ивановой. Ее выставка живописи. Вот у меня сюда манит. Я столько раз прохожу, но не захожу. А это тату. Здесь делают тату. Но здесь всегда такие заманчивые витрины. Но что-то здесь такое, знаете, невероятное. Я вот люблю такое чудаковатое. Даже вот посмотрите, какой рок изобилия необыкновенная. Это ж надо такое найти. И картина посередине. Такое око, масонство. Что-то такое напоминает, завораживает. Но витрины удивительные. И почему я подошла ближе? Да хотела показать, что здесь даже, видите, чертеж иглы для пирсинга. Я это так запомнила. И вот кольцо. Здесь все в подробностях. Какие размеры, чертежи. Но это ж надо тоже раздобыть. То есть такой вот пирсинговый салон. То есть здесь не только тату и пирсинг, как я понимаю, делают. Кто делал здесь тату, напишите. Вдруг кто-то найдется. И как качество. Мне сын не разрешает делать тату. Поэтому я чиста, без тату. Далее идем в Михайловский сквер. И вот посмотрите, как солнце светит. Так потеплело. Обещают на неделе 17+. То есть бабье лето в конце октября. И вот она, девочка с зонтиком. Одна из известных скульптур Жбанова. Скульптура. Скульптора известного белорусского. В честь того, что произошло на Немеге бедствие. Погибло 53 человека. И в честь этого много молодежи. Вот эта девочка с зонтиком. Воздвигнули скульптуру. Далее иду. Вот листья возле вокзала. Здесь очень любит гулять мой младший сын. И я сама с коляской часто гуляла. Он очень любит поезда. Он очень любит ездить. Слушать, приходить, смотреть. Вообще вокзал это любимое его место. Поэтому я здесь очень часто гуляю. И вот едет поезд. Можно наблюдать. Шов шар кистовой. Я раньше как-то вот, ну, осень и осень. А сейчас, знаете, она меня даже как-то лечит. И уже я скоро буду дома. Нужно было скорее возвращаться. Возле нас построят храм. В честь иконы Божьей Матери, скоро послушницы в городе Минске. Я сначала и не поняла, что же здесь. Обычно здесь находилась колонка. И мы набирали воду, когда ездили на велосипедные прогулки. А сейчас пилили все деревья. И когда здесь все началось, а это началось этим летом, 2024 года, вышел, я так поняла, батюшка, и сказал, что тут такая легенда. Вот дом за забором. Там у женщины заболел ребенок. Очень высокая температура. Она вышла и в дупле нашла икону. Ее кто-то выбросил в дупло. И эта икона спасла ее ребенка. То есть ребенок выздоровел. Не знаю, верить в это или нет. Может быть, свидетели. У нас вообще вот этот частный сектор, он какой-то чудаковатый. Он такой заросший. Непонятно, что там происходит. Кто там живет. И там и пожар один раз был. Такое место спорное. Далее это Дана Молл. Мы поехали выбирать пылесос. Ну как же Катенька без примерочки. Я посмотрела обзор Ермолкиной на... Ермолкина, по-моему, белорусский блогер. Вот это платье серое понравилось. Я была в поисках шоколадного пальто. И мне хотелось померить пальто вот с такими плечами. Но, как вы понимаете, муж вообще не понял. Сказал, что это за солдатское пальто. Отослал фото моей маме. 690 белорусских рублей. Здесь шерсть, неплохой состав. Платье тоже неплохое. Все стоит нормально. Эмочка. Оно у меня большевато. В верхней части. В нижней то, что надо. 289 белорусских рублей. Серое. Красивое платье в пол. Мама вообще начала звонить и говорит, что я как попадья сейчас буду выглядеть. Она была в шоке. Ну вот, 50% шерсть, 50% полиэстер. Состав вот этого пальто. Состав платья, вискоза, полиэстер, спандекс. Вот такой состав. Но оно такое дороговатое. Далее платье черное другого белорусского бренда. Это мультибрендовый бутик. В нем представлены многие белорусские бренды. Это платье примеряю без галцера. Потому что сзади там голая спина. Студия, вискоза, полиэстер, нейлон состав. Также вот там, где было пальто теплое, я примерила вот этот рейдж черный. Он идеальный. У меня спинка у него. И у платья спинка голая. Это я примерила платье на размер больше. Муж сказал, что я как будто в гроб ложусь в этом платье. Я с ним соглашусь. Но сейчас вот модно такие трикотажные платья. Вот Дот Студио. И показываю вам стоимость. 197 белорусских рублей. И название черный янтарь. Также вот это пальто черное, тренч. Оно не теплое. 420 белорусских рублей. И вот такое решило пальто утепленное. По Амере тоже от белорусского бренда Крикейт или Крикате, если просто так читать. Ну, просто. 640 белорусских рублей. Но это пальто утепленное. Но оно такое кричащее. Короче, муж не понял. Мой шопинг не состоялся. Но мы определились с пылесосом. Всем удачных покупок. И пока-пока.